Поздравление с днём рождения сегодня принимает заслуженный лётчик-испытатель Владимир Горбунов. Ему исполнилось 70. Владимир Михайлович говорит, что мечтал летать с детства, даже проходил космическую подготовку. За годы службы Горбунову подчинялись и бомбардировщики, и истребители различной модификации мигов. Ольга Герасименко встретилась с лётчиком в канун праздника. На этот раз ему не поднимать машину в небо, но всё равно в кабину истребителя он сначала ставит правую ногу. Говорит, личная счастливая примета и тут же улыбается. Так просто удобнее. И вообще добавляет в работе лётчика-испытателя, если верить в суеверие, лучше не летать. Без фонаря кабину приходилось летать. И на больших высотах я летал со сброшенным фонарём. Не бывает такого, что в небе лучше, чем на земле. А в небе среда враждебная. И в этом весь он. Никакой романтики. Самолёт-машина, которая должна показать результат. Точку в лётной карьере Владимир Горбунов поставил лишь в 57, когда стала подводить зрение. В возрасте серьёзном для лётчика-испытателя. А до этого почти ежедневно он шлифовал лётные качества истребителей и разведчиков-бомбардировщиков. И владел отечественное военное авиастроение на новые высоты. На этих кадрах по бетонке шеф-пилот Горбунов ведёт так называемую модель 1.44. Потенциальный фронтовой истребитель пятого поколения. Он первым поднял эту машину в воздух и оценил возможности. Малейшее отклонение рулей, она безукоризненно слушает самолёт. Лёгкость управления невероятная. Ну и ни с чем сравнить нельзя. Он признаётся, летать хотел с детства. Ведь это было время, когда все смотрели в небо. Вот-вот Гагарин скажет своё «поехали». Но свою дорогу он наметил сразу и с неё уже не сворачивал. Я о космосе не мечтал, хотя я прошёл подготовку в звёздном космическую для полёта на Буране. Но потом я уговорил моих начальников. Активные полёты шли на МиГ-29. И я предпочёл, в общем-то, всё-таки летать на самолётах. Этот МиГ, как и все последующие, стали для него всей жизнью. Летал на всех модификациях. От первых до сверхзвуковых и сверхманёвренных. Награждён орденом мужества двумя красной звезды. Его золотая звезда Героя России под номером 4. После генерал-майора авиации Асканова и космонавтов Крикалёва и Калери. Накануне, вспоминает Горбунов, он увёл от жилых домов самолёт, внезапно потерявший тягу. Как память о том, в прерванном полёте остался шлем. Хотя такое не забывается. Машину спасти не удалось. Там городок такой, ступин был небольшой. Я через город пролетел и дальше сказал, что всё, катапультируюсь, уже больше у меня и топлива не было. Как мне потом сказали, что живой остался один я в такой ситуации. И даже об этом он рассказывает сдержанным. И лишь раз во время интервью голос дрогнет, когда речь зайдёт о полёте сына, тоже лётчика-испытателя. На предельных скоростях отказал стабилизатор. На размышления секунды отец с земли, с командного пункта. Давал советы и скрывал волнение. Я схватил сразу же станцию переносную. Посоветовались немного, решили, приняли решение садиться. Сел он на скорости 410 км в час. На этой скорости. Потому что на меньшей скорости он просто падал за самолёт. Дали ему орден мужества за это. Станислав Горбунов продолжает дело отца. Совершенствует уже современные МИГи. А в семейных альбомах Владимир Михайлович сохранил и эти. Редкие, а в советские годы секретные кадры. Вот полёты ночью, полёты днём. А здесь была совместная фотография с другом, который не вернулся с задания. Её Горбунов подарил сыну погибшего лётчика. Давать боевым машинам путёвку в небо – опасная и тяжёлая работа. Она для него и сейчас самая лучшая, признаётся Владимир Михайлович. Ведь именно для этого он, можно сказать, всю жизнь шёл в небо первым. И прокладывал дорогу другим.